Добрый день. Возможно, и простудные заболевания. Начинается опять же грипп. Вот как на данный момент у нас обстоят в городе с этим дела? Наступила осень, идет сезонное повышение заболеваемости респиратурными вирусными инфекциями. Гриппа пока еще нет, если только есть единичные случаи. Пока мы не наблюдаем эпидемии. Это естественно для этого сезона. Осень, чем она отличается? Оживление контактов. Возвращаются дети, студенты из отпусков в народ. Учащаются контакты, они становятся более тесными. Это создает определенные риски развития инфицирования, заражения и развития инфекционных заболеваний, таких как острой респиратурной вирусной инфекции. Это, в общем-то, понятно. И плюс еще фактор сезонный, климатический – это охлаждение, сейчас сквозняки, перепады температур. Осень, в общем-то, достаточно холодная у нас. Вот в этом году это является фактором риска внешней среды, влияющим на повышение заболеваемости сезонной респиратурными вирусными инфекциями. В первую очередь, это отражается, кстати, на детях. У взрослых мы тоже это имеем. Я могу назвать причиной этих респираторных инфекций. Это могут быть и есть аденовирусы, риновирусы, так называемые, респираторно-синтенциальные вирусы, ну и ряд других вирусов, парагриппа и ряд других вирусов. Грипп тоже иногда традиционно включают в группу так называемых аспираторных или острых респираторных вирусных инфекций, но чаще всего он рассматривается отдельно. Тем не менее, когда мы начинаем кашлять, чихать, нас настолько пугают гриппом, что всегда, наверное, многие подозревают, что это именно грипп. Как, тем не менее, определить, какие-то основные признаки есть от того, что вы болеете именно гриппом? Да, или при любом чихании, кашле, не идти срочно к врачу. Или что нас ожидает? Вообще, типичная картина гриппа, она связана с развитием так называемой интоксикации. Обычно болезнь начинается остро в типичных случаях, поднимается высокая температура, такой ракетообразный подъем температуры, ломота, мышечные боли, суставные боли. И чуть позднее, редко параллельно, одновременно появляются так называемые катаральные симптомы. То есть кашель сухой, насморк, боли в горле, так называемое явление фаренгит, ощущение соднения или царапания задней стенки глотки, царапания или соднения за грудиной. Это отличает грипп, так называемый трахеид, развивается у больных трахеид, затем бронхит. Вот такая вот последовательность развития симптомов в типичных случаях, она характерна для гриппа. Как вообще важно, насколько важно обращаться к врачу при наличии каких бы там ни было симптомов? Потому что люди у нас очень любят заниматься самолечением. Важно, потому что, ну, хотя бы стоимость такой позиции, что под маской гриппа или УРВИ, респираторная вирусная инфекция, могут начинаться многие другие заболевания. Например? Об этом надо помнить. Что-то еще страшнее гриппа? Ну, страшнее. Каждый по-своему зверь страшен. Ну, вот недалее, как вот совсем недавно у нас находилась на лечении молодая женщина, 20 с небольшим лет, которая первоначально амбулаторно обращалась за медицинской помощью. Кстати, она обращалась, но довольно поздно обратилась. И лечили ее от респираторной инфекции. А на самом деле там оказалась геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Она как раз сейчас встречается. То есть вот это вот может быть. То есть лихорадка, которая очень напоминает в начальных стадиях грипп. И поэтому вот важно обратиться за медицинской помощью, получить совет, поставить правильный диагноз. И от диагноза, диагноз – это вообще ключ к решению. Это паспорт своеобразный к решению проблемы. И отсюда вытекает правильная тактика, лечебная, диагностическая и так дальше. То есть по какому пути больной пойдет. Порой иногда диагнозы меняются несколько раз. Ну, вот, кстати, о диагнозах и о гриппе, да? А каждый год у нас появляется свиной грипп, птичий грипп. Вот всего, наверное, не упомнят. Грипп у нас каждый год не появляется. Это опасно, но птичий грипп… Ну, слава Богу, что да, каждый год не появляется. Вот тем не менее, какие-то особенности. Ну, особенности грипп каковы? Грипп – это неоднородная такая группа вирусов. Они отличаются по своим антигенным составляющим. Вирусы грипп их по меньшей мере А, Б, 3, А, Б и С. Но и наибольшее значение такое клиническое, эпидемиологическое, имеют вирусы гриппа А и Б. Откуда вообще берутся вот эти вот необычные виды гриппа? Откуда? Есть результат мутации. Есть разные виды мутации, изменчивости. Есть такое понятие дрейф. Дрейф образное, но очень чётко, так сказать, понять, что такое дрейф антигенный. Медленно дрейфует, медленно меняется антигенная структура. В результате мутации появляются новые варианты вируса гриппа. Вот каждый год, когда у нас начинается эпидемия гриппа, вспоминаю книжку и фильм Стивена Кинга, когда от гриппа вообще все умерли. То есть мутировал, да, вирус гриппа, и все вымерли. Вот нам такого не грозит, точно. По фантазии, все это не вымрут. Точно, да? Я думаю, да. То есть все равно найдут какие-то средства от этого вируса, гриппа? Ну, вообще ситуация такова. Там найдут их или не найдут, но в любом случае не вымрут. Точно. В любом случае не вымрут. Вот от этой инфекции не вымрут. Но потери, экономические, социальные потери, конечно, от этой инфекции очень велики. То есть это одно из тех заболеваний, но вообще-то его следует отнести к социально значимым инфекциям. Поражает большие территории, площади, население, города, страны. То есть это серьезное заболевание. Почему на него особенное внимание обратили? Вот к нему интерес, пожалуй, вот больше всего проснулся с 9-го года, когда у нас появился свиный грипп. То есть первоначально говорили о вирусе гриппа птичьего, а затем вот наконец-то нас посетило вирус свиного гриппа. Это заставило мобилизоваться всех, все страны, и в том числе Россию. Вот, кстати, давайте о профилактике поговорим. Насколько важно прививки, например, делать, насколько это нужно? Есть разные уровни профилактики, существует. Один из решающих – это вакцинация. Это очень важно. То есть как раз вот сейчас надо вакцинацию проводить. Но многие считают, что зачем я буду делать прививки? Хотя есть и другие методы профилактики, они тоже являются очень важными. Но вакцинация является, пожалуй, одним из кардинальных направлений профилактики гриппа. Ну, кстати, вот у нас, поскольку я представляю, так сказать, тоже несу флаг медуниверситета, у нас была неделя, то есть несколько дней, выделенные в том числе на сайте у нас, в нашем университетском, эта информация подавалась. То есть говорилось как раз о вакцинации, о ее важности, об иммунопрофилактике во всем мире, в нашей стране и в том числе на отдельных территориях. То есть как раз вот сейчас идет компания, вакцинальная компания. То есть нужно провести вакцинацию до начала эпидемии, вероятной эпидемии. Ну, как это сделать? Нужно просто прийти в медучреждение? Да, в медучреждение, в поликлинике по месту жительства обычно проводят. Или на крупных предприятиях, где организуют работодатели. Скажем, у нас в университете студентов, часть сотрудников вакцинируется через нашу сеть университетскую. Помимо прилива, какие еще есть способы профилактики гриппа? Способы контактные, способы профилактики. То есть маски, ношение масок при контакте и в случаях, если пациент, то есть если человек заболевает, он должен защищать окружающих. Масочный режим должен быть. Но я уже не говорю о профессионалах. Это одна сторона. Второе, мытье рук. Вирус передается, кстати, не только воздушно-капельно. Он может передаваться контактно, через руки, через окружающие предметы. То есть каким образом? Вот на поверхности стола, может быть, некое время на бумаге, на ручке. Вирус может сохраняться. Пожалуйста, сотовый телефон возьмете чей-то. Или ваш телефон, а вы больны. Ну, условно. Мы говорим об условной, а здесь как условно. Вот таким образом может произойти заражение. То есть при таком вот контакте. Какие-то препараты, может быть, принимать? Да, и есть методы профилактики. Не специфическое, медикаментозное. Есть растительные препараты, могут применяться разнообразно. Они всем хорошо известны. Так называемые иммуномодуляторы. Есть химиопрепараты, которые позволяют поднять уровень иммунитета. И таким образом перевести болезнь, условно, в плоскость, вероятную плоскость менее тяжелого течения. То есть если возникает болезнь, то она может быть, допустим, грипп протекать менее тяжело. Самое главное – поставить диагноз вовремя и определиться в показаниях для назначения терапии. То есть для выбрать вариант лечения, который подходит тому или иному пациенту. У нас есть арсенал. Мы вооружены достаточно неплохо препаратами, так называемые, атеотропного действия, которое позволяет эффективно обрывать грипп. Но в ранние сроки болезни к врачу надо обращаться, врач все решит. Теплее одеваться надо? Ну, это все зависит, наверное, теплее одеваться надо. По сезону надо одеваться. Ну что ж, спасибо вам. И, как говорится, берегите себя и своих близких. И напомню телезрителям, в гостях у меня сегодня был Владимир Мартынов, завкафедры инфекционных болезней Рязанского медуниверситета. Это программа «Городские встречи». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова